Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Продолжаем. Ежедневный отчет. За 1 февраля. Считаю. Номер 52. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 0 1.02.2016 год. Как эпидем, вот к этому ролику все время выставляем один и тот же. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года. В день отречения от престола. Видите, коварствам эта измена. Погубили империю, погубили царя. И как печать, раскаяния в этом не было принято. Даже на уровне, я не знаю как, государственном или как принято. Везде измена. Друг друга предавали. ГУЛАГ это что делалось. Все это отсюда идет. Ну и теперь я на форуме ВКонтакте не бываю. Вот вы читаете, а я пока буду говорить. Заходите прямо на наш форум. На наш, сами вопросы задавайте. На наш православный форум. Ну покажем его. Вот дальше. Ну и объявления даю. Вот такие, чтобы им помогли. Кто-то брал по одному ролику. И краткое содержание там вставлять. Люди просят. А что там? Собрание? Собрание. И одним словом собрание. Ну что на собрании-то было? Вот. Тут один Николай. Видите, обязательно указать. Такой минуте и о чем. Вот так я показываю. Прочитаете. Ну и что немного написали в вчерашний день. Юлия. Доброго дня вам, Игнатий Тихонович. Сохрани вас надежду Владимира Никиту от всякого зла бесовских предприятий. То есть это они видят, как на нас нападает эта бесовская сила. Под разными именами там. Ну священники там или кто-то. И люди молятся. Многие говорят. А эти люди-то еще не знают. Вот сейчас они... Просто дальше некуда. Остановились. Все уже высказали. Рисовать вначале картинки разные. Там блудное мою голову прилепляет. То есть безумие полное. Совершенно. Если бы на его было, его сразу пришпилил бы и все. На интернет позволяет пакосить. А вычистить его-то можно. Это я уже знаю, как делают люди. Обратиться в соответствующие органы. Ну пускай он делает. Это поношение на пользу. Может Господь возрит, говорит, на мое смирение. И что-то простит, как Давид говорил. Когда семей сын Геры поносил его. Дай вам всем долгой жизни, сил физических и духовных. Во славу Божью. Да пошлет вам всем Господь ангелов своих на помощь. Видите, как взор. Да восклицательных столько, наверное. Надежда Тишли. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Я прислал вам текст одного проповедника. Его толкование притча о богаче и лазере. Мне очень хотелось, чтобы вы прокомментировали. Ваше мнение мне важно. Мне очень нравится этот проповедник. Еврей Ирей Комфорт. И его проповеди. Жду ваших отзывов. Спасибо, Христос. Ну, в первую очередь, не пришло ничего. Я уже, переписка с ней была. Куда она послала, на почте нету, нигде нету. Ну, а эта притча, она уже истолкована святыми отцами. Блаженна Феофилахта. То есть, надо обратиться туда и посмотреть где-то. Новый ничего не может знать. Меня интересует фамилия. Комфорт. Даже не подумаешь. Если говорит Комфорт, я уже знаю. Еврей. Еврей. Может быть, одна настоящая фамилия, которая сатановская. Вот дали же ему как. Это даже везде. Слово Сатана прямо вмонтированного в это есть. А остальное там какие слова. Что-то, я думаю, что тихий, тихий. Смиренный, смиренный. То есть, фамилии берут, как бы от качества человека. Ну, и будьте такими-то. Кто им дает фамилии или как машинные номера покупают, если четыре семерки или шесть семерок. Тут надо заплатить. И за телефон так же самое. Телефоны разные. Вот это вот, непонятно. Не считал я его, не знаю. Зачем мне этот комфорт? Я комфортно себя чувствую при толковании святых отцов. И советую тоже так смотреть. Ну, нравится, смирить, значит, со святыми отцами. Он ничего нового не может сказать. Притча уже намертво истолкована. Раз мертвец, намертво. Вот один говорит мне. Анна Владимировна Николаева. Сотрудник Центра религиоведческих исследований во имя священномученика Еринея Епископа Леонского, Москва. Кавычки. Истинно ли истинное православие Иглы? О богословских воззрениях Игнатия Тихоновича Лапкина, его практике общины жизни и миссии по материалам сайта «Восвятие Библии». Именно Дворкинский Центр тот докладел. Ну, я показывал уже, когда там международные, новорождественские чтения, рассуждают о мне. Я Никиту попросил, я многое там мог не расслышать. Договорили, чтобы он перепечатал, о чем они там говорят. Ну, так, на слух где-то услышал я, не менее десяти раз они сказали неправду. Зачем она им нужна? Значит, ничего там и там нету. Такой громадный материал даю. Отвечаю на 4124 вопроса. Представлен огромный форум, 1500 тем. 4000 роликов. И недостаточно, чтобы повесить меня. Недостаточно. И поэтому придумывать что-то где-то, кто-то, кто-то говорил, что-то в лагере было. И ни имен, ничего нет, лжесвидетельствует. Дворкинский. А что Дворкин может сказать, когда человек может совершенно неверующий? Он нигде не показано, что он рожден свыше. Или человек с войным гражданством приехал сюда. Кто его направил? Масоны. В галстуке все время. Вот я гляжу. Что Дворкин может мне дать? Когда я 53 года, обратившись, иду за Господом. У него что позади-то? Учился, звание ему присваивали. У меня рубцы на спине, я чем могу? Хвалящийся хвались Господом, а не дипломами, там, докторские. У меня нет званий никаких, кроме одного, христианин. И там уже дальше православный. Ну вот, оказывается, вот кто, что за женщиной считает? Мне ответили. У меня в моем мире этот ролик уже стоит. Я его закачал вчера. Вот я его закачал. Поставить на YouTube нельзя, потому что там монетизация идет за ролики, они получают. Вот и причина-то какая, что там смотрят за этим. Виталий Кельмаков. Здравствуйте, Игнатий Тихонович, смотрю видео ваше. Особенно нравится про детский лагерь. Не разрешите ли вы мне посетить лагерь хотя бы на один день? Если нужна будет физическая сила по уборке чего-нибудь другого, я могу помочь. Просьбу прошу принять, не обижая вас. Ну, лагерь это летом, и я ему отвечаю. До мая нужно переговорить по скайпу и переписка. В мае еще раз про это напишите. Ну, сейчас человек говорит, когда не лагерь, там ничего нет. На один день зачем узнать? Вот один, видно, прямо дерзкий-дерзкий такой заходит. Ну, знакомиться с человеком, ни анкеты нету, ни фотографии нету, ничего нету. А называется такими, наверное, патриот России, там, или еще что-то. Я говорю, назовитесь хотя бы, мужчина или женщина? Какой ваш возраст? Ну, где живете? Он говорит, что вы? КГБС какой? Прямо мгновенно сразу. Ну, видно, как вот заходит Петров, там, Дулевичи, там, разное. Это из этой кодлы патриархийной, я уже знаю. И все такие провокационные вопросы. Все это, чтобы... Ну, просто безобразие. Прямо побуждает, что патриарха геем назвали. Или что-то такое. Видно, что писания в руках не было. Страха Божьего никакого нету. Ну, я говорю, ну, выйди по скайпу. Это по скайпу нету. Вот Сергей, этот, Козлов, он сразу определил. То такое нападает, там, разное Петрово. Да ты никакой не человек, это демон, демон. Вот. Я говорю, ну, выйди по скайпу-то, хотя бы я тебя увидел-то. За каждое слово сцепляется, а материалы скидывает, давит. Зачем это нужно? Вы посмотрите, что в мире-то делается. Остановитесь. Вам временно покаяние-то Бог не даст уже, и вас не будет. Вы просто сгорите, и все. Вот он сказал, что сейчас в лагере никакого нет. Это попутно. Антон Моргунов. Мир вам, Игнатий Тихонович. У меня возник вопрос. Как именно понять водительство Духом Святым? Как узнать, что я или он под водительством Духа Святого? Спасибо за ответ. Мать, вот такой вопрос задают. Я скажу, кого вы о себе говорите, опять помирать надо. Просто отвечать нечего. Если есть, нет. Ну, вот, дочка пошла, мама, а как можно узнать, тебя люблю или нет? Ну, когда дело подойдет, мать говорит, я не удержу. Разум-то потеряешь тогда. Ну, вот здесь тоже, как я тебе это могу сказать? Ты сейчас не чувствуешь по Писанию, когда ты молишься, получаешь ответ. И как тебя побуждает Господь на какие-то поступки. Поступки, которые требуют даже мужества настоящего. И ты чувствуешь это от Бога. Промолчал где-то, это Господь показал тебе. То есть ты идешь, тебя Господь ведет. Дух Святой руководит тобою. Он дает повеление тебе, и вдруг беспокойство. Беспокойство. Вот у меня перед окном кормушка воробья. Ну, и что? На этом что Господь делает? Я много работаю. Вот утром я встаю на полтора часа. Встаем в 4.40, а я встаю на полтора часа раньше, чтобы почту разобрать. И вот к этому моменту было. Ну, а при чем тут воробьи? Да, вот при чем. Я закрутился вечером уже. Ну, уже начинает маленечко. Сумеречно было. Я в окно глянул. Ба, я воробьям-то сегодня ничего не дал. Вот тут журнан сидит. А я им там мясо навешиваю, семечки даю. Мне выходить не надо. У меня нога заболела. Никаких. У меня внутренний голос говорит. Воскресный день и тварь должна радоваться. Да я голубям не слазил сегодня-то. А я уже оттуда сковырнулся. И все. А ребят нет, они на благовестие ушли мои. Никита, Володя, там Сергей, Игорь. Все ушли. Я одеваюсь и скорее-скорее пока не стемнется, накормить. Летом приходим там. Я просто в дребезги разбитый не могу. Глянул. Ба, да сегодня у голубей не было. А это вторая голубятня через дорогу. Я бегу скорее пока не стемнялось. Потому что чуть темняется, голуби они слепые в темноте. Почему? Это внутренний голос мой говорит. Это нехорошо я сделал. Слово нехорошо. Когда ты один, ты даже головой замотаешь. Что я сделал? Тогда даже вспомнишь где-то там. И у тебя столько раскаяний, которых на исповеди не будет. Что я тогда сказал? Ой-ой-ой. Да зачем я сделал так? Вот сейчас вспоминаю. У нас поднимали когда целину и приехали целинники. Ну и они были почему-то в Потеряевке. Как-то соединено было. Скорчено где учились. И одна была. Видимо она это. Москвичка была. Еще она там была. В бане была. Она деньги выронила под полох. И там деньги выпали у нее туда. Ну а туда. Там вода стоит. Она никуда не стекает. Мы доски оторвали и вытащили эти деньги. Мокри. Она нам дала деньги. Ну так мы рады были. Денег копейки нету. А это шашла. А везли нас на тракторных санях. И она видит, что ребятишки балуются. Она пошла. И другие-то говорят о ней. А о ней ничего нельзя сказать. Она красивая женщина. Молодая. Идет. Ну и селеники там друг за другом-то ухаживали где-то. И сейчас как помню. О ней стали говорить нехорошо. Ну я уже большой был. Ну шестой класс наверное был. Я мог бы сказать, что нельзя так говорить-то. Я ничего не сказал, но подумал. Сейчас помню. У меня мысль мелькнула. Так же как у других. Я не сказал ничего. Не сказал. Она отстала от саней. И маленько шла сзади. А тут начали говорить. Учащиеся. Ну да вот они неблудные. Там они такие были. Там это дятлова группа. А какие они другие могли быть-то? Когда внутренний разврат везде был. И я думал. Подумал нехорошо. И вот сколько это лет? Считай. Семьдесят. Уже лет почти назад было. И у меня все еще совесть мучает. Ее нет и живых. Она старше меня была. А я виноват. Я о ней подумал. Вот это Дух Божий. Подумал. И ни один человек не знает. А я это говорю. Вот что Бог делает. А уже что открыто делал. Где тут. Просто тебя совесть будет все время. Дух Святой. Вести, наставлять. Звать будет. Тут нельзя каталог составить. Вот это вот от Духа Святого. Нет. Ты должен иметь связь. И тогда будет отвечено дальше. Роман Николаевич. Нужно раздавать Евангелие с толкованием. Так как люди не понимают то, о чем там написано. А еще более важнее это проповедь своим образом жизни. Как пример. А так получается. 16 минут 29 секунда. Мы эрудированные проповедуем. А сами во грехе живем. В мужской одежде ходим. Нужно создавать селение православное. По подобию потеряевки. Живя в городах среди безбожников. Можно, но невозможно жить православно. Можно, но невозможно. Вот это. В общем понимаешь нет. Можно, но невозможно. То есть теоретически да, практически нет. Как сын подошел к отцу и говорит. Папа, а президентские выборы. А почему тебя президентом не выберут? Я считал Конституцией, папа. Что любой может быть президентом. Кто в Америке живет там уже 15 лет. А ты же здесь родился. Правильно сынок. Конституция так говорит. Ну а почему ты не президент? Да видишь, я сынок. Тут еще. Ну папа, ну зачем это что-то? Да ты можешь президентом быть. Надо быть масоном. Высоких иерархий. Надо быть богатым. Должны быть связи. Да это должен быть хотя бы губернатор. То есть сын этого не понимает. Он берет только одну статью. Ну папа, ну ты же можешь быть. Отец говорит. Да, я могу быть. Я природный американец. За этим можем. Сколько еще? Да, можно. Но возможно. Можно, но никто этого не сделает. Наш Устав фотографирует, приезжает священники. Как в церкви себя вести. Какой порядок. И ни один еще у себя этого не мог вести. Вообще свои попы его задушат. Бесплатно это делать. Правильно, чтобы стояли. Никакого шума не было. Друг как одна дружная семья. То, о чем патриарх тоскует и говорит непрерывно. Но сделать это невозможно. Это Дух Святой делает. У меня есть враги, которые нападают на меня. Все. А потом как-то коснутся общину. Да. Они вдруг меняются и говорят. Да, общину создать невозможно. Это разные люди. Деревни. Разный характер. И надо, чтобы были как одна семья. В человеке один рано стоит, другой поздно. Ну, по-разному люди относятся к жизни. И чтобы их объединить, это сколько надо работать, все камни шлифовать. Это особенно пастырь Ермы говорит. Ерма, которому Павел передает привет в послании к Ерминам. И там есть произведение. Пастырь. Там камни неугодные такие. Делается стена, его отбрасывают. А потом начинает их обтесывать, когда не хватает камней. Я думаю, вот это мы. Дальше. В селениях православных нужно возрождать ремесла по подобию стерлигового. Вот он не знает ремесла. Какие ремесла? У него ничего нет. Заколотившие на окна убежал. Убежал. Ничего нет. Он разрушитель, слово. О нем спрашивают. А разрушитель с большой буквы. Библия неправильно переведена. А взамен, что он дал? Ничего он не дал. Вы понимаете? То есть он полностью отсекает людям голову. То, что говорит он, это свод Ивана Грозного. Свод самого главного палаща. Ну а что он еще дает? Ничего. Грабанул ватарами или арбитом. А на обмане так делает. Богатеть невозможно в один день. Ты овечку одну купи, а она принесет двойню. Как Яков богател, когда был у Лавана. По-другому не богатеет. Все одно и грабеж. Это олигархи. Это грабители. А потом деньги в Израиль переправляет и держит там их. Вот как. Стерлигов у него ничего нет. Отрицательный пример. Самая высшая мера. И правильно говорит о бороде. Жена даже щелку подстригает, он не может, чтобы она не стриглась. И не сделает. И везде надо торговать что-то делать. Одну буханку маленьких кирпичей хлеба 450 рублей. Да кто это купит-то? А так получается, что все учат. А как это жить православно? Ну вот смотрите, как у нас партиярки живут. И глядите. Где посмотреть? Пожалуйста. Смотрят люди на попов, пузатых, чревоугодников и думают, что это и есть православие. И все к туху уходят. Ну что сделаешь? Тут уже ничего не сделаешь. Другого нет. Что есть, говорит, что и продаем. Вот я покажу мой лист в этом, в моем мире. Вот заходите сюда. И видите как вот фотографии. Вот такие фотографии, что были. Голова были, и глаза сюда смотрели. Я не знаю сколько еще. Вот каждый день ко мне приходят. Я вчера гляжу, видимо и раньше, вот здесь вот, кнешь, сколько людей приходит. Просто показать где-то. И по порядку, которые идут. И которые недруги, они их вылавливают, к ним заходят и начинают на меня клепать, злодействовать. Вот вчера гляжу, сейчас вот здесь вот, 80 с лишним человек, 80 с лишним. И они по ним работают. Демоны вырвались на свободу. Вот смотри, как человек смотрит сюда. Видно глаза. Вот сидит женщина, видите, которая наша. А вот здесь еще не видно, где храм. Ну, это не в друзьях. Из друзей я бы выбросил где-то. Вот она смотрит прямо. А то повернулась боком. Это уже нехорошо. Надо смотреть прямо. Вот она как глядит. Посмотрите. Это при том наши близкие люди. Дом какой-то стоит, радуга. Зачем? Лисо свое покажи. И тебе лиса нету? Даже ванга слепая, она не пряталась. Ее фотографировали. Ну, и здесь просто я показываю. Видите, вот какое открытое лицо. Ну, видно. Вот. Теперь показал я свою страницу. И на ней у нас выставляется. Все, что сегодня идет, выставляю там и переношу сюда. Сколько у нас здесь фотографий? 18800. Сколько видео? 2411. Ну, это примерно половина всего, что у нас есть. Ну, и дальше. Вот. Какие поступили видео? Вот. Отсюда начинать надо что-то. Валерий Дубровский. Здравствуйте, Игнать Тихонович. Подскажите, пожалуйста, для чего человеку дается безответная любовь неоднократно? Что нужно понять через нее? Ну, безответная любовь неоднократно. Для чего она дается? Это то ли, сам ты ее, может, выдумал, влюбленность. Ну, мальчишка пятилетний тоже влюбляется. И человек в взрослом состоянии любовь. Когда он все оценит. Не только внешний вид. Внешний вид это коробка, в которой ты не знаешь, что еще наложено. Там, может, один яд наложенный. Еще она дается. Ты ее сам взял. Как один говорит. Ну, почему же, вот, и знакомишься. Вот сколько я считаю, и знакомые, друзья говорят, я, это такая, такая она, такая, это ангел. Действительно, девушка была ангел. Ну, как только женились, говорит, в ведьму превращаются. Почему? И будто бы один человек молился к Богу. Господи, ну, как так вот получается? Он говорит, я Еву сотворил девой, а женщинами вы их сами делаете. Так что, мое творение такое, а ваше творение вот такое. Весь ответ. Не знаю, что безответная любовь. Ну, не надо ее любить. Раз она безответная, кроме страданий, ничего нет. Александр Мазур. Вообще-то я не пойму в руке у него. Как олимпийский огонь. Ну, ага, вот безответная любовь. Одно я считал такое, вот она, возьми и скажи ему, там, явлалия. Ты вот когда будешь губернатором. А ну, он обыкновенный, маленький, слабый, захудалый дворянин. Губернатором, ничего себе. И князем. Тогда замуж будет. А сама христианка, она знает, это невыполнимое. Но она не знала, какой у него характер. У него дядя там генерал будет, а за него ходатайствовали, его продвигали, продвигали. Мама там по партийной линии его, он сделался депутатом Рады или Думы. И в конце концов, приходит и говорит, все, вот тебе диплом. А она тогда бац ему, чтобы ты был христианином. Он говорит, да об этом разговора не было. Ты чего, Наташа, да ты как то другое-то. Ну и дальше кончилось, что он предал ее казни и прочее. Она мученица, но она поступила неправильно. В условиях этого не было, менять было не за что. Она думала, выходить замуж. Выходить замуж, и он бы мог обратиться. Он хороший человек, ревностный. Ну просто житья-то еще надо понять, о чем речь идет-то. Считаем, некоторые родители выдавали за язычников своих дочерей. Христианки. И мать эта будет святая. И родятся от нее дети, все будут еще канонизированы. Святые. Дальше. Выше поднимите. Благодарю, очень понравилась начитка Библии. Геннадий Тихонович тут размышлял, и пришло самое, наверное, лучшее в моей жизни вдохновение и открытие. На сердце сразу полегчало, будто пеленас, глаз и ложь долой. Вот она правда. Христос на распятии не стоит бояться. Это лишь грехи мира сего. На распятии наши с вами грехи и их смерть во Христе на кресте. Естественно и гуманно. Распятие, кто носит, и означает, что тот распял свое греховное тело для обретения вечного. Никакого греховного тела не было. Он святой что-то накрутил, заумничал. Ничего нет. Он безгрешен и свят. Никаких христовых грехов не было. И грешного тела у него не было. Это обман. Ну и дальше, более ранее. Еще тут. Ксения Кузнецова. Батюшка, здравствуйте. Помогите с мужем вместе, как в жуткой ссоре. Ну понятно, я отвечаю. Еще не прочитав ваши слова, я уже сказал брату, тут развод. Свет давать вам не буду. Два блудника слепились, а третий ждет очереди. Нужно примириться с Богом, а остальное уже тогда никакой роли не имеет. Наши ответы могут быть тем только, для кого авторитет Святой Библии не прикрекаем. А в вашу жизнь она не входила. И что тут сказать? Обращения не по адресу. Вам законов нет никаких. Если сможете, то в библиотеке или в интернете найдете Яна Амоса Каменского. И там ярмарка суеты от Льва Толстого, Крейсерова, Цената. Крейсерова. Весьма полезные вещи для вашего сумбура. Видите как, я обращаюсь к Альму Толстому, там и меня за это гвоздает. Старобрядцам давать никак ответ нельзя. Они ничего не принимают. Вот если это старобрядец. Он не принимает, потому что одна с сестром, староверка, и говорит, моей сестре, а я, говорит, книги Игнатия не люблю. Она говорит, а почему? Да потому что он там все из Библии приводит. Выдержки, а Библию я не люблю. Вот и весь ответ. Вот старобрядцы, они в этом вопросе, если вот отвечать, они не примут то, что из Библии есть. Вот только... Вот больше ничего нет. Это от старобрядцев вышло, что кто Библию считает, сходит с ума. С ума, то есть действительно со своего ума. Вот они обвиняют Никоньяне. Никоньяне как-то, если после Никоновской реформы они кланяются, крестятся и кланяются одновременно. Нужно сначала совершить крестное знамение, на чрево, право, лево, поперек. И после этого поклониться так, чтобы рука могла пол достать. Ну, закон определенный-то. А эти в церкви молятся вот так вот одновременно. Это так нельзя. Я стал присмотреться, а старобрядцы так молятся. Вот так вот поклонился, вот так поднимает голову и на разгибе. Еще не разогнулся, уже крестится, а кланяется только вот так вот. Ну, как иудеи у стены плаща. Ну, займитесь хотя бы это, другого-то ничего больше нет. 33 поклона там разные. Вот лестовка должна быть, как четкий. 10 по 10, 100 поклонов. Четко и ясно. Дальше. Андрей Рыболов, Кишинев. Батюшка Игнатий, я посмотрел ваше видео, письмо Патеряевки. Мне очень понравилось. Да поможет вам Господь в вашем деле, нужном всей нашей России. Спасибо Господь. Спасибо, Христос. Как Андрей звать? Андрей. Спасибо, Христос, Андрей. Дальше. Алекс, вы единоверец? Силищ, вы не единоверец, Никоньянин. Святость Патриарха Никона признаете? Непонятно. Ему еще Патриарха Никона признает, нет, сам Бритый Патриарха Никона. У Старобряцева не на то, что они понятия о благодати вообще не имеют нигде-то. Все, что от Никона дальше идет, все святые. Пиапан Затворник, Серафим Саровский не святые. Только вот как мы и все. А теперь, чтобы это доказать, начинают везде, ну, неправда, ложь, конь во спасение. Это у них 32-й псалом, они истолковывают. Там Давид говорит, конь ненадежен, может, споткнуться, в смысле того, ненадежен для спасения. Говорит, нет, это ложь, конь во спасение. На лжи можно как на коне въехать в рай. Да чего же это вы взяли-то? Ну, так и есть. Так нужно креститься. А почему? Так Христос благословил учеников. А где известно? Написано, возносился, благословляя. А благословлять по-другому нельзя, только так, как у нас. Ну, откуда вы это взяли-то? Ниоткуда. Голубя есть нельзя. Почему? А это Дух Святой. Да какой же это Дух Святой-то? Ну, и написано, вон Агнец, ягненка едите. Ягненка, да. Ну, а так Христос Агнец. Поросенка едят. Свиноеды. А почему? А Христа напоили желчью. Даже если бы напоили желчью, свиной желчью, поэтому он осветил. Ну, и тогда он при чем тут, когда ему, он привязанный, прибитый ему в рот, надавили губкой, что-то затекло. Ну, то есть выдумки такие басни, басиные. Вот так. Мы не единоверцы, мы православные. Но у нас и старообрядцы есть. Я считаю, единоверческий путь этот, правильный путь. Никуда не отошли и в то же время сохранили обрядность. Я сильно с ними-то не знаком. Вот теперь мы были в Кишинем, я объясняю. И показываю. А как у нас едят, просто посчитать можно. Что дальше? Это ответ ему, единоверцы-то. Кому? Этому мужчине, который фотографировал себя. Да, да. Не перестаю удивляться, когда люди спрашивают о том, что явно видно, что это не так. Какое ко мне отношение имеет Никон со своей гибельной реформой и с фашистскими методами подавления инакомыслящих? Отвечаю только на один вопрос. Дальше отвечаю, вот где. Зачем спрашиваю, когда явно видно, все. Ну, посмотри маленько. Дальше. Антон Корей. Игнатий Тихонович, как, на ваш взгляд, надо русским бороться с исламизацией в России? С исламизацией в России? Ну, христианской жизнью, проповедью. Бороться надо, но бороться только любовью. Другого оружия нам не дано. Вот и все. Никак. Монахи не проповедовали. Вот они исследуют меня. Вот эти, я сейчас покажу. Вот смотрите. Вот это вот они кинули. Вот она, что про меня здесь. И они говорят, Игнатий против монахов. Никогда я за монахов. То есть они подыскиваются, чтобы голову с меня снести. Но не в том виде, в котором пришло. Проповедей-то не было. Монашество-то здорово. Один служит Господу, как угодить Богу. Он весом 100% поддается. Но едино проповедь. А в монастыре это допоить, докормить миссионеров. Готовить школы миссионерские. Вот они там говорили, это Дворкин, что вот я его сюда затащил. На моем мире есть. Вот мне хороший скинули материал. Как он называется? Неркоги. Вот тут как на севере одна не среди немцев. Женщина тоже деревню там пытается строить и что-то. И я ее уже перетащил. У меня мало, когда я других беру. Но это взял. Дальше. Как бороться, да? Благовестим о Христе и нашей жизни во Христе, во свете Библии. Вот ответ. Марина Анатольевна Дикарева. Здравствуйте, отец Игнатий. Простите, что пишу вам. Возможно, вам покажется все это глупостью. Ведь мы должны прежде всего искать Царствие Божие. А все остальное приложится. Все остальное. И баптисты, и старообрядцы все не считают. Где остальное? Это написано все сие. Впереди говорится одежда и питание. Больше ничего нету. Ну и жилье, это тоже одежда от холода. Все остальное. Остальное, это виной, женщины, машины, дачи, поездки за границу, в Багамские острова. Нигде этого не написано остальное. Это фальшь, обман, ложь. Но мне очень больно на душе. Прошло уже полтора года, как мы расстались с моим молодым человеком. Ну дальше, что она говорит о нем, тут вот она, смотрите, прочитайте где-то. Ну, я еще могу сказать. Говорил, не выходи замуж. Расстались с молодым человеком. Жили ли еще венщина, может два блудника были, но и правильно, что разошлись. Потому что надо венщины, законный брак. Кто это? Священник Павел Корчагин, видимо. Ну, еще он. Божьей помощи во наших трудах. Мы вот с моим батюшкой, духовником, тоже организовываем поселение в Хмелевке. Только там будет реабилитационный центр для зависимых. Находится в тайге Салаирского кряжа. Кстати, там по тайге очень много заброшенных сел, которые нужно восстановить. Никак не восстановить. Не восстановить и никого вы не реабилитируете. Придумали, реабилитировать, что за слово такое? Реабилитация, прощение. Какое вы имеете право к этому? Ну, он желает. Ну, все, одного наркомана меньше будет. Ничего не сделает. Он остается, другой грех поселяется. Он должен во Христе. Я говорю, а почему борода? Я решил посмотреть, какое есть. Если ты не по слову Божию, бороду все равно ты снимешь. Так и отошли только. Здесь наркозависимый священник один занимался. Ну, и все, им доставал, работал. Ну, как будто бы нормально. Но вот один из них освободился и к ним приехал. Они сразу, говорится, нажрались до зеленых. И тут же шубу эти пропили. Попа свалили. Давай души деньги из него выколащивать. И все кончилось. Я в это не верю. Пока человек не примет Христа в свою жизнь и впустить, ничего не будет. Роман Радченко. Игнатий Тихонович, как благодатные дары во московской патриархии уживаются с тотальной и всегдашней ложью, как вы говорите. Да. Я просто не понимаю всех тонкостей и специфики. Вот Пратерей Ткачев, он приходит иногда в гости к протестантам. Но это не значит... То, что Андрей Ткачев? Да. Но это не значит, что РПЦ протестантов признает. Так и с видео мне это не ясно. Так что они беседуют с вами, это одно. А в евхаристическом общении вы с ними находитесь? С кем? Ну, с кем. В московской патриархии. В московской патриархии, там с патриархи, сектанты, сектанты и как-то такое-то. Я говорю о структуре. Одновременно о церкви. Благодать признаю в церкви, а не в самой структуре. Вот как они сделали. Епископ, никуда без него. Вот это тотальное угнетение. Самый тоталитарный режим монастырский. Ну, что тут непонятно. Структура и церковь. Это же структура-то, это не церковь. Структуру-то создал Сталин в Берии. 4 сентября 43-го года. Тут понятно. Непонятно, значит, недавно молись, откроется. Непонятно, с кем общение. С патриархией, да, и более ни с кем. Ну, да, но этот ответ уже дал. Константин Николаев. Добрый вечер. Вот интересно, как можно судить о попрошайках, которые сидят у храма. Прося милости. Интересно. Вот смотрю ваше видео. Православные свидетели Иеговы. Вот вы осуждаете Иерея, сказавшего сжечь Евангелие. И здесь дело не в том, что преподают семинарий, а Иерий склоняет вас к смирению. Я тоже обратился через Пятидесятников, был у баптистов и точно знаю, что это. Ну, что она про Иерея знает. Иерий сжег Евангелие. Евангелие собирает, которое мы раздаем, и сжигает. И он этим нас смиряет. Ну, о чем говоришь-то? Ты что, с глубокого похмелья, что ли? Я его осуждаю. Я говорю, Евангелие раздали, они их собирают и в церковной ограде сжигают. Евангелие. Там ничего больше нету. Это он нас смиряет. А дурманили вот этим, говорит, опиум для народа. Поп сказал, все. Ну, на Евангелие, говорит, сжигает. Ну, и что? Это для вашего смирения. А попеть надо, или попеть, не знаешь даже. Геннадий Морозов. Спаси Христос, отказался воровать сэкономленную солярку с тепловоза. И молюсь Бога, чтобы сотворил, а мне какое-нибудь дело, чтобы праведным только трудом покрывать нужду моей семьи и тех, кого Господь посылает ко мне с просьбой о помощь. Времени на вторую работу нет. На это уходит до 300 часов в месяц. А надо не больше 180. Ужасно. Да и других талантов не имею, наверное. Да вроде способны, не знаю. У нас в Караганде рабочих рук с преизбыткой, поэтому зарплаты невысокие. Давно хочу в Россию перебраться и в Барнауле с вами рядом поселиться. Было бы большим счастьем. Думаю, подрастут немного детишки, да надо собирать документы на гражданство российское. У нас цены на жилье такие же, как у вас. Мой дом за 50 тысяч долларов, 60 тысяч долларов продать можно. А вот как сработаю, у вас не знаю. Разводить скотину, жить на земле, больше ничего нет. Вот так, как жил Адам, как жил Авраам. Вот видишь, как он больше это. Он говорил, там солярку сливают, продают. И мне вопрос задавал на железной дороге. Не делать этого. И он послушался. Ольга Лавроненко. Дальше. Спасибо, отец Игнатий, благословите. Спасибо за вашу просветительскую деятельность. Сейчас знакомлюсь с вашими православными видеоканалами. Открытым оком во свете Бибели. 80 тысяч километров с проповедью. Это подвижничество. Буду знакомиться с вашими материалами. Это очень ценно для меня. Буду и сама читать, и других приглашать. Особенно дорого ваше внимание. Благодарю за все. Мне все приятно. Но на снимке старайтесь быть в платочке. Волосы не подстригать. Я сразу делаю замещание. В дальнейшем я не буду держать за пазухой это. Так мне нравится и все, где стоит она. И хорошие слова. Андрей Михайлов. С праздниками вас. Всех благ вам и помощи Божьей. Вот прочитал. В правилах одного прихода в Колпино. Поздороваться со священником за руку имеет право только равные ему пасану. Все остальные, даже дьяконы, при встрече с батюшкой принимают от него благословение. Это основано на заповеди какой-то? Поясните, если можно, благодарю. Никакой заповеди нет. Это отдаление от народа. За руку не надо здороваться, нет. Но под благословение уезжаешь куда-то, можно поговорить и благословиться. Это неплохо. Но не каждый раз уцуются прям батюшки. Я никогда не подхожу. К иконам лазят по стенам где-то. Один раз положено, когда ко Кресту подходим, к иконам лежат на аналой. Я присиделся и все, как и дал поклонники. Вот я что-то говорю за стол наш, показать опять, что у нас есть. Дальше. О чем? На благословение, когда подходите. Ага, вы считай. Есть или где-то реестр на все каноны, постановлены... Законы. Законы, постановления местные, правила. Я могу объяснить правила, и почему они введены в устав наших общих. Церковный устав и в устав нашего детского лагеря Стана. Чужих уставов не имею права касаться. Туда не вхожь, они меня не жгут. У нас не принято здороваться за руку вообще со своими. А если где-то на чужбине, то и подашь руку. А вот с батюшкой нашим не принято здороваться за руку. Но где он бывает среди вне церковных людей, то там за руку здоровается. Вот так, видите, тоже надо смотреть, понимать, о чем здесь. Александр Николаевич Тарасов. Игнатий, а кто вас благословляет на странстве? На что? На странстве я. На странстве кто благословил? Господь благословил. А я спрашиваю, а кто тебя благословил носить масонский галстук и брить лицо женоподобное? Кто тебя благословил-то? Я отвечаю, что странствия нет, а вот благословение нет. Но никто не благословил. И что из этого? У меня архиерея, сколько только благословила, подходит к машине и благословляет. Максим Дмитриев, Евтихий, проезжал Сергий, где я к каждому обращаюсь. От митрополита грамота на благовестие повсюдное. Митрополита Виталия. Вот а кто на это благословил? Никто. А уже он знает, это пораженное благословением. По к вам и делу, а кто благословил? Евангелие считают, узнали, а кто благословил вас, Евангелие считают. Ну, там совершенно одурели от этих благословений. А по вам это нравится, ни шагу не может шагнуть. Парализованное знание мышления. Руслан Туманов. Ну, что-то перед народом выйти в таком виде, ну, прямо не годится. Миром, Игнатий, совет дадите. Девушку мне есть, люблю я ее, но сомневаюсь в чувствах своих. Вроде бы и замуж хочу ее взять и быть с ней всегда, и верным быть. Но во мне борьба идет, и я хочу быть с ней. А что-то подсказывает, что она не для меня совсем. Много нюансов, и отпустить ее очень сложно, и сердце болит. Очень, когда понимаю, что расстаться можем. Отца нет у меня, и совета спросить не о кого. Молюсь, прошу Бога и святых указать мне путь, но все равно не могу понять. Ну, в первую очередь, девушка-то, не девушка, если ты уже с ней есть такой. В таком виде, то никакого совета тебе не надо. Меняй их, как перчатки, живи, что тебе нравится. И после пищеварительного процесса сойдешь в могилу, и там обрящешь смерть. Ничего, кроме смерти. Зачем спрашивать это? Он, чувства, какие у тебя чувства могут быть? Как, говорится, живут, как кобель без хвосты. Все, говорит, уже, ничего нету. Она смотрит, ну, что сказать. Да змеешь, какой он. Отойди от него. Руслан Братко, Одесса. Добрый день, уважаемые. Подскажите, как толкование на Святой Евангелие и Деяние Апостолов лучше читать для меня новичка? Блаженного фифилакта болгарского или комментарий к Новому Завету святых отцов первых восьмых веков? Заранее спасибо. Полезно то и другое, но самое лучшее, Блаженного фифилакта. Он берется из всех святых отцов. Ну, это если, конечно, прислушаетесь. Вот мы, я всегда преподаю по нему. Я отвечаю. Фифилак тоже, конечно, дальше. Кто благословил, я отвечаю. Христос, Святая Библия, Метрополит, Епископ и Священники. Дальше. Так, Миркс, дайте девушку у меня есть, люблю я ее, этот парень. Ну, дальше. Я не сваха, живи один. Матфея 19, 10. Говорят ему, ученики, если такова обязанность человека в жене, то лучше не жениться. 1 Коринфянам 7, 28. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Ну, таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. У Людмили Плетт, это у нас есть там, на этом, ну, зарядить можно где-то, она беседует между нами, девушками, говорится. Вот проповедь. Если она уже познала мужчину, да, замужество, да, Льва Толстого, Крейсера, Санату, почитайте, вы тут найдете ответ. Какая она будет? Это уже в виде анекдота рассказывает. Сидя за столом, дед с бабкой, это уже под 85 лет обоим-то. И ни слова не говоря, ложку облезал, и как по полу ударил ее. Она, за что, Василий? Эх, аграфиона, как вспомнишь, что не девушка тебя взял, сердце кровью обливается. Вот и весь ответ. Себя не берегут, а потом, ну, что спрашивать-то? А это опять девушка или женщина, кто тут? Ольга Лавроненко, спасибо, отец Игнатий, за вашу благость и любовь. Буду стараться исполнять возложенное доверие. Сейчас слушаю ваши передачи Благовеста. Ждала я вас, отец, и вы пришли. В конце 2012 года я дала обет изучать Библию. Сама читала, слушала передачи, и это было не просто так. А теперь в вашем обращении вижу высокий знак. Все к этому шло. Вот он, светлый путь. Конечно, должно всех страждащих приглашать к столу. Истинное сокровище вы предлагаете. На сегодняшний день я дома рядом с родителями, которые сейчас немощны. Мама лежит с переломом шейки бедра. Ей в марте будет 91 год. Папе 87 лет. Пока я при них. Прошу у Господа жизни для них. Но теперь чувствую, я не одна. Спасибо за приглашение. Слава Господу нашему. Отцу и сыну и святому духу. Аминь. Видите, вот как она расположилась. И что интересно, которые, ну там эти, человека-демоны вокруг меня крутятся, они всех этих высчитывают, находятся и сразу заливают грязью. Что только могут говорить. Несусветную ложь. И они работают. Целая артель там работает. Вот сколько на мне задействована эта нечистая силы. Конца крайняя. Разберите, пожалуйста, на своих уроках действование ныне покойного отца Василия Новикова. Мироточение или якобы его фотографии после смерти. С уважением, Виктор Кашин. Он умер еще православный. Все, и тапочки. Зачем его разбирать? Он умер. Воевал с бесами всю жизнь. Михаил Хасминский. Спаси Господи, Игнатий. Вы же меня знаете. Я являлся героем вашей передачи во свете Библии. Забавно было его посмотреть. Где-то я выступил и что-то объяснял его. Вот себе передача. Где-то он там с невзором или что-то. Вот она передача. Номер 20, Хасминский, Невзоров. Скажите, какая ваша цель добавления в виртуальные друзья? Ну, какая цель? Ты можешь заходить, брать, я не знаю ее. В одноклассниках меня нет. Мне не ответить на ваш вопрос, потому что я не просился к вам, друзья. Это делают модераторы. И так как я в контакт вообще не захожу, считаю эту систему малоэффективной. И даже супротив моего мира. То я не посылал вам запроса. Ну, а если бы знал, что именно вы, собственно, какие друзья и где, то я бы пожелал быть вашим настоящим другом, пусть и виртуальным. Такого знатного и доброго человека, кто окажется ими друзья. Желаю более близкого общения с вами, дорогой Михаил. И истинно говорю, что не желал вас убедить никак. Вы только бороду больше не трогайте. Это противозаконно и безбожно. Ну, дальше о бороде, где что написано. Вот я показываю, что. Где у нас что есть. Видите, какие слова. Дальше. Вот она умер. Почитай вот это. Сегодня в Тульской области. Сначала вот где о нем сказано, потом. После тяжелой болезни умер и еремонах Василий Новиков, более известный как отец Василий, чьи проповеди были признаны судом экстремистскими. Отец Василий скончался накануне от рака в селе Иваньково, Кимовского района, где он... Слава Иисусу Христу. Дальше. Где он организовал свои службы, сообщают тульские СМИ. 26 июля Новомосковский городской суд по иску областного прокурора признал речь отца Василия, размещенную как информационный материал на диске и шесть видеофильмов экстремистскими материалами. По решению суда диски были конфискованы. Согласно материалам областной прокуратуры, речи отца Василия были размещены на диске с названием «Православие или смерть». Кроме того, священник являлся автором шести видеофильмов, среди названий которых встречаются такие, как «Чипирование», «Американское шоу» и «Гробы для американцев». Как истинный священник, отец Василий был запрещен в священнослужении после своих проповедей, облегчающих священноначалие. Ну, может, он правильно облегчал, я ничего, просто я говорю, что есть. Отец Василий Тульский, букменизм РПЦ, часть 1-2, и моление с католиками Блаженеша Владимира, монахов Киево-Печерской лавры, Нотр-Даме и так далее. Может быть, он на 100% прав, но, как вот он говорил, там Бебесов изгонял, там проще я смотрел. Для меня это странно было. Я в этой области не работаю и говорить ничего не могу. Только молился за него, но умер, упокоил его, Господи, в обителях небесных. Может, он святой на небе, не знаю, кто это. Вячеслав Грязенко, извините, хотел спросить, а почему вам не попытаться провести диспут с мусульманами? Я люблю смотреть диспуты. Я все диспуты священно-мученика Данила Сысоева присмотрел. Я знаю Коран, знаю, во что верят индусы и буддисты, и это ересь все. Кроме священного писания, все есть подделка. И еще хотел бы спросить, как бороться с сомнениями? Сомнения у меня были, потому что атеисты всякие пытались унижаться, унижать. Я молился, конечно, за них. И я нашел даже все научные доказательства существования Бога. Нашел все исторические доказательства того, что Иисус был... Ну, сомнения. Какие-то американцы, по-моему, выпустили фильм, который всех... Там ниже еще. Ну, я знаю, этот фильм смотрел. И что теперь дальше? Вот там еще написано, внизу, наверное. Да, внизу. Всех заставляет замолчать. Очень интересно ваше мнение. Хочется бы, чтобы вы провергли это видео. Дух времени. Фильм пытается связать то, что идея христианства якобы была уже в египетской мифологии. Якобы сын Бога Гор, сын Анубиса, тоже имел 13 учеников. И один предал его и распяли на кресте, и потом он воскрес на третий день. Очень интересно, что вы в этом скажете спасибо. Я могу сказать так. Если собака привыкла бегать по помойкам, ее ничего нельзя сделать. Я в уголовном розыске занимался. И у них, говорит, собака была, она буквально лучшая была из тех, которые след преступника брала. Но, говорит, преступник пробежал через помойку. Собака останавливается и сам по помойку бегает. Она докормлена. Там вот еды такой она не видала, как шариков-то был. Но она привыкла. Ее уже нельзя не дергать, ничего. Она пробежит по всей помойке. Видимо, у нее там в мозгах это родина. А дальше опять след берет и пошла за преступником. Так и здесь. Ну, ты столько времени все изучал, тебе это и прилипло. Мерзость этот фильм. Мерзость. Масонский заказ. Вячеслав Грязенко. Это он самый. Это ему, да, да, это ему ответ. Нужно слушать, что говорит Святая Библия. Вот теперь смотрите, какой мой ответ. Вот ответ какой. Посмотрите. И весь сказ. Дальше. Еще пройдем. Что тут? Федоров Свинцов, Омск. Доброго здравия. Посмотрел видео потеряю. Спасибо, очень интересно. И на мой взгляд, дело хорошее начинать возрождение страны с детей. Нового не увидел, наши места тоже методично уничтожаются. Я молодой, здоровый, трудолюбивый и не удел для города, а безработный. Больше года маюсь и живу мелкими подработками. Всю ситуацию знаю на своих руках, ощущаю это хорошо, что появляются подобные очаги культурно-нравственного воспитания. Думаю, нам будет о чем поговорить. Рад знакомству. Вот это такой же, как ты. Вот теперь, где он был, там на подработках, где-то что-то и подальше что-то будет. Георгий Солдатов, Москва. Спасибо за вашу работу по служению Богу. В нашей деревне есть свободные дома на продажу, знак вопроса. Под ваши критерии подхожу. Я не женат, но есть мама и тетя. Также подходят под критерии отбора. Если буду переезжать, то с ними. Скажите, пожалуйста, сколько стоит дом? Нисколько. Домов уже нет на продажу. Тут один, тут есть дорожший. Но один не принимается. Молодые семьи с детьми. Вот приоритет. А уже родители с ними. И желательно, чтобы были родственники, кто помогли бы построиться своими средствами. Нет, не подходишь абсолютно. Ну, мы так и пишем, не обращая. Помощи никакой нету. Каждый строится сам, как Сибирь заселялась. Кто кому помогал тут? Вообще этого не было. Наши приехали, а вещи когда стригут, она в грязи бывает, называется шалоболки. То есть, засохшие такие. Ну, их обстригают и отбрасывают. Они эти шалоболки собирали, размачивали, чтобы эти шерстинки вытащить-то. И тогда связать себе какие-то носки. Вообще ничего не было. И вот выжили. Это мужчина или женщина? Анастасия Сукова. Скажите, пожалуйста, как продуктивно избавиться от чувства вины, которые часто мучают инвалидов за свою беспомощность? У меня тяжелая форма ДЦП, поэтому для меня особенно актуален этот вопрос. Ну, не надо. Вот больной, тем более больной, бывает, бреется еще, стрижет волосы, красится. Зачем? Это не надо. Первое. Дальше. Доверься Господу. Вот такие легко попадают в сектанты. Православных как бы не видят. Совершенно. Ну, с ними надо работать, чтобы они уверовали и жили не с протянутой рукой. Ваши деления есть свободные места на продажу, спрашивают. Игла, мы же сказали, что желательно, чтобы человек был женат, и весьма желательно, чтобы были дети. Пока ни один, кто не соответствовал этим условиям, прижился бы. Это просто невозможно. Тут такой труд, который не преодолит ни одному. Когда будут у вас заполнены соответствующие графы, тогда можно будет и поговорить. Да. А для чего избавляться от этого чувства? Оно совершенно естественно. Поэтому нужно находить для себя труд и молиться, или посильные движения делать, водиться с детьми. У меня ныне есть знакомый Сергей Козлов в Краснодаре. Полностью парализованный. Лежит в более 10 лет. Это не Краснодаре, в Воронеже, видимо, ошибка. Дальше. На вытяжку. Руки скрюченные. Раздробление семи позвонков от удара головой. Но он пишет иконы на компьютере. Помогает людям. Работает за троих мужиков здоровых. Нам помогает, как никто из здоровых. Таких героев жизни и веры нужно видеть и подражать им. Он христианин. Православный. Ученик Анатолий. Здравствуйте. Почему некоторые люди говорят, что вы сектант? Это же ведь не так. Ну, сектант. И что из этого дальше? Ну, сектант. Да, сектант я еще дальше. Ну, назовите еще экстремистки там. Ну, такое есть. Вам-то какое до этого дело? Ты свою душу спасай. Библия открыта. Сказали. Ну, я скажу, я не сектант. Я родной брат президента. Ну, что из этого? Надо название. Это ничего. Ты смотри на жизнь. Николай Леонов. Это погиб, который на Украине. Хотелось бы услышать от вас проповедь на тему гомосексуализма в церкви. Сейчас отец Андрей Кураев начал в блогах многих обличать. Это очень положительно, хотя его мотивы неизвестны. Но проблема эта поглотила всю РПЦ. И мне кажется, необходимо всем сейчас эту тему поднимать и добиваться чистки кадров и изгнания всех садомитов из клира. Я не знаю, как эта тема. Мне просто мерзко говорить об этом. И это не моя тема. Его вышвыривать, канон гласит, навсегда путь ему закрыт в священство. А если такой есть, немедленно его извергать из сана в этот же день. Никакого синода не надо ждать. Собрались, если он епископ, значит, 12 епископов надо собраться и тоже осудить его. А если они такие же дальше, дальше ничего не надо, закрывай лавочку. Приехали. Анастасия Сукова, инвалид. Спасибо за информацию, Игнатий. Просто иногда чувство вины заслоняет всю душу, а с этим тяжело жить. Чувство вины вызывает комплекс неполноценности. Чем можно победить этот комплекс? Александр Суслов, что нужно прочитать, в первую очередь, Евангелие или Библию? Вот так. Евангелие или Библию? Евангелие это часть Библии. Всю Библию надо считать. И все. Страшно не люблю. Просто не люблю, неприятно, когда вот так вот не застегнута, не собранность. Это женщина до груди, это все расхлестанное. Татьяна Асадова. Расскажите мне, что значит празднословие и чем является празднословие в нашей жизни? Пустословие. О чем стрекочет, сама не знает. Празднословие, одеял от нечего. Несколько слов сказали и все. Я напоминаю, у Расула Гамзатова отец в сада был. И вот он дал сыну купить пальто. Отец приехал зимой в Москву, там он в литературном институте учился, кажется. А где пальто? Да папа, видишь, какое дело. А тут, это в Ленинграде, кажется, было. Приехал такой, этот, там, оркестр, там, или кто, артист. А вот мы с товарищем решили... Ах, как много говоришь. Ну зачем это? Ты просто скажи, деньги истратил, потом не купил. Все? Дальше ничего нету. Дальше. Так, я не знаю, я 93-то пропустил или нет. Сейчас, на всякие случаи... Вот она где. Марина Агапова. Можно поговорить, попросить вас молиться о моем здравии? Я тяжело, больно, буду молиться вместе с вами. Да, мы помолились, Бог был вас славит. Вот теперь я говорю, как у нас молятся. Просто посмотрите. Она позвонила, теперь сразу начинаем молиться. И чтобы она вот это вот вошла. Дальше вот это. Посчитайте просто, посмотрите, как принято отмечать. И дальше, дальше вот как. Следующий. Она была уже женщина. Что она? Валентина Чарыева. Батюшка, просматривая ваши клипы, я встретилась с несогласованностью вашего поведения, простите меня. С проповедью христианства по Библии. Вот вы креститесь двуперстно. Это было у староверов? Воздевайте руки, как мусульмане, и перед едой тоже. Накладывая на себя крестное знамение. И что-то о поведении во время принятия пищи. Не поняла, слишком быстро промелькнул. По комментарии. Вы что, поддерживаете идею объединения всех религий, раз Бог един? Нет, не поддерживаю. Но старое обрящество, какое старое обрящество? Князь Владимир так крестился. Сергий Радонежский так, Пеодосий так. Ну, тогда все это по боку. Тем более, в 71 году патриархия признала раму спасительной. За счет этого признания, значит, это и так понятно. Но в этом и в Трое Персии, и в этом есть элемент ереси. Потому что на кресте умирал человек, Бог не умирает. Как я от Златовы говорю. Дальше. Николай Игоревич, отец Игнатий, здравствуйте. Пожалуйста, помолите за мою сестру Ольгу, чтобы свет любви Бога пришел к ней. Постоянная ругань дома. Не знаю, что делать. У меня ее сын маленький один. Бабушка с дедушкой воспитывает его. Растят, в садик водят. А второй мальчик с ней. Дома его одного часто оставляет. А сама гулять идет, пить пиво. Ой, ладно, ладно, не надо считать даже. А тут не по адресу. Ну, она избрана такой путь. Это ее. Пожалуйста. Это про... Дальше. Ответ. Ваша жизнь... Ваша жизнь вам. Своя противила уже настолько, что в нее и заглянуть тошно. Тошно? Вопрос. Тошно, да. Зачем вам за кем-то подсматривать при ограниченности понятий и знаний? Следите за собой. Вам придется давать отчет на страшном суде за себя. Лично за себя. Лично за себя. Как я перекрестился, что есть. Ну, никак. Тебе не нравится так это. Ну, делай кулаком крестить, с пятерней. Почему я ни за кем никогда не смотрел? Никогда и нигде. Ну, неправильно делать небрежно. Я подскажу. Дальше обещаю, где это искать. Александр Пигалев. Посмотрел я ваше видео об Андрее Кураве. Интересно было. Только у меня возникла просьба. Помолитесь о том, чтобы я наконец нашел себе жену. Только не сварливую. Хотя бы разочек. А то поиски меня измотали. И еще постоянно они туда заводят. И еще у меня пара вопросов. Но о них позже. Вот это не делать надо поиски. Беду себе ищешь-то. Вот как раз у Яна Камынского ярмарка суеты об этом написано. Прошедшего с праздником, Рождеством Христовым. Так вот вопрос. Ответьте, пожалуйста. Крещен я был когда-то. Мне было лет, наверное, 10. Я точно помню, что крестили меня неполным погружением. Потому что крещение происходило в центре города. И обычно в церквах нет таких больших ванн. Своего крестника я видел только один раз. В дни крещения. Имя, которое мне дали при крещении, уже никто не вспомнит. Крестник я до этого потерял действие. До сих пор не ношу. Ношу. Но я уже причащался. Причем постарался это сделать максимально добросовестно. Я постился, молился. Затем исповедался и после чего причастился. Но меня смущает факт моего непонятного крещения. Что мне в этом случае делать? Оставить все как есть? Надеть крестик и читать Святую Библию? Или все же стоит креститься по новой? По правилам. Но по апостольским правилам здесь никто не крестит. А лет мне уже много. Да и в кандидата крестного среди моих знакомых я бы врагу не пожелал. Что делать? Вот у нас все это отвечено на крещение. Крещения не было. Было обман. 84 правила 6-го Сиреновского собора. Немало не сиреноваясь. Прими крещение. Александр Тарасов, Екатеринбург. Хорошая снимка. Паси Христос. Просто в данный момент студирую книгу. Кристиноправославие. Это моя книга. Особенно интересна статья о московской патриархии. Я перехожу в московскую патриархию. И радует, что из уст ваших прозвучала фраза о том, что именно сейчас надо усиливать молитву о протодиаконе Андрею Кураеве. И обидно будет. Хотя вполне ожидаемо, что теми с гомосексуальными скандалами будет замято священачальниками РПЦ. А если и будет замято, то если отец Андрей, если не раскрутит весь массив информации против греха Церкви Христовой, то просто может из жизни лишиться. Так как облегчает тех, кто уж никак не желает расстаться со своей карьерой во священном царе. Абсолютно правильно пишет. Александр Пик, что делать, Пигалев? Я отвечаю. Веровать, раскаяться, креститься и жить в Духе Святом. Деяние 238. Штодирует к истинному православию Андрей Кураев. Да, да. Редкое по частоте мышление. Благодарю Бога, что такой человек вышел на меня. В селе Покровском, Артемовском районе, есть наши близкие друзья. Улица Оленина, 51-А, Смирнягин, Андрей. Надо вам встретиться. Будет, пожалуй, и Владимир Пищиков. Ну вот теперь этих найдут, которые вокруг меня, это я называю Кодлот. Они обязательно на них должны выйти и заливать грязью. Марина Агапова. Давайте помолимся. Готово. То есть я сказал, будете готовы. Теперь я еще хотел показать, что у нас есть. Православный видеоканал. Вот он где. Больше 4000 роликов здесь. И вот когда нажмете здесь, вот главное, вот главное написано, вот где, то откроется, вот, жития святых на каждый день. Вот она. Мною начали там во 80-х годах, а теперь делайте отдельное житие. И заходите, смотрите. Будете знакомы с житиями святых. Вот где. Ну а кроме того, у нас есть сайт. Сайт во свете Библии. Здесь легко выходить на форум, на видеоканал, вопрос-ответы, видео, фотографии. Вот для Слова Божия нет книги. Наша книга толкования. Кристину православия. Книги сразу. А вот здесь все книги. Здесь книги, вопросы-ответы идут. Стихи. То есть, я просто знаю, такого сайта нет во всей мировой сети. Такое богатство. 50 книг аудио насчитано только. И Библия, и все остальное. Вот. Вот она заботится. Что-то и извиняется. Александр Тарасов. Что пишет? Сейчас постараюсь выйти на Андрея и Владимира через ваших друзей. Смельнягина, видимо. Ну да, что большое, вот посчитайте, что. Что читает? Просто прочитайте. Где-то я его похвалил тут. Салават Ахмадеев. Доброго дня, брат Игнатий. С Рождеством Христовым. Очень интересно. В Уфе не бывали? Бывали. Нам тоже нужны миссионеры. Нести Слово Божие людям. А там были и книги оставили. Антоний Север. У меня тоже голуби есть. Это мужчина? Мужчина. Волосы длинные, бороды нет. Все кверх ногами вывершено. А голубь-то это здорово. У меня тоже голуби есть. А у вас какой породы? У меня шесть пород было. Ну, залезы колонки, все почистили. Теперь, однако, порода турманы. В Уфе мы уже были. Отвечаю. Раньше разные перемешаны с турманами, ответы. Да. Саламат Ахмадеев, а когда? Даже не слышал об этом, когда вы были в Уфе. Он не слышал. Ну, а как бы слышал-то? Вадим Беловский. Крещение, когда истинное. Так. Мои соображения на видео. С 9 минуты 53 секунды. Итак, мы погреблись с неукрещением в смерть, дабы как Христос воскресе из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Рим 6.4. Ну, дальше он нашел вертикально, чтобы человека не опрокидывать, как бапфисты, сектанты. Это положение во гроб. Даже внешне неправильно крестят. Артем Зуболенко. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой Аврелий Августин? Ну и что? Дальше я знаю. Ну а зачем знать, знаю я или не знаю, что это дает? Я ничего вообще не знаю. Еще дальше. Я очень ограниченный человек. Знаю только священное писание, святых отцов, каноны, патристику. А этого мне не надо знать его. Ну, знаю я его, я его труды издавал. Дальше что? Да откуда же можно его узнать? Может, он стоит при входе в храм, когда был еще юным? Это у него фотография. Я ему отвечаю. Так, погребение, кретотролик по крещению. Смерть для Христа берет начало погребения. Дальше. Ну, на крест, где умер Христос на Голгофе, пещеру Гевсиманского осада еще никто не притащил. Тогда были правы все сектанты, что опрокидывает человека на спину, погружая в воду, положение во гроб. Если священник и даже этого не знает, то крещен ли он или только мальчен безблагодатно? Дальше. Еще посмотрим. Открывается медленно. Мирослава Ярчук. Это она, кажется, в Италии. Дорогой Игнат Тихонович, поздравляю вас с Рождеством Христовым. Радость велика. У нас есть наш Спаситель. Желаю вам здоровья, сил, внесения истинной любви всем народам мира. Долгой вам жизни. Храни вас Христос. Когда будете во Франции, я помогу. Мой адрес возьмите у Сергея. Простите за ошибки. Мне обещали компьютер не новый, но рабочий. Мой уже никуда не годится. Покупать новый нет желания, очень дорого. Ну, понятно. Если Господь позволит, живым будем, то во Франции мы будем, думаю, быть в первой половине июня. Мне радостно видеть вас. Такая круглолицая, русская, нашинская, надежная, не ехидная. Вот так. Арсен Погосян. Арсен. У них Арсена Погосяна. Здравствуйте, дорогой брат Игнатий. Меня зовут Арсен по крещению. Арсений. Хочу кратко рассказать вам, как я пришел к вере и крещению. Ну, дальше прочитайте, как прошел к вере. Мы встречались с ним у отца Кирилла Сахар на Брестеневке, рядом с храмом Христа Спасителя. Он готовился к крещению. Армянская церковь, он объясняет все. Опять вышел, Мирослава. Спасибо вас, Христос. Радуюсь, понимая, что недостойно на такой чести. Но Господь мне все дает, скорее всего, не по достоинству, а аванса по любви и милосердию ко мне. Нара. В эту поездку мне воплотили в Иерусалим на Страстную Седмицу, буду жить в Горнинском женском монастыре 14 дней. Слава Богу за все. Дорогой Игнатий Тихонович, прошу ваших молитв, чтобы наш Спаситель дал мне разумом примирить Андрея и Юрия. Это мужья моих дочерей. Поссорились из-за пустяков. Я старался все сделать, чтобы их примирить. Ну, да, с первого этажа, по подробности, прочитайте тут такое. Это Арсен Пагасян. Арсен Пагасян. Мое личное мнение Григория Иоанна Арминской церкви может не совпадать с чем-то с официальной точкой зрения. Зависит от нашего отношения ко Христу и к церкви вселенской. Что нам говорят по книгам и что в личной встрече с армянами не сходится. Они говорят, что признают все так же, как и православные церкви на Халкидонского собора. И они не еретики. Я так и считаю, ибо у них есть сохранено рукоположение настоящее, и потому они мне братья. Ну, православные тут кинутся сейчас, а альфирейные едут туда, патриарх вместе с ними молятся, приезжают. Сначала с ними разберитесь. Галина Кондрашо, Год Петрозаводский. Инат Тихонович, благодарю Господа за то, что дал нам вас. Вопрос. Мои дети и внуки крещены окроплением и без евангельской подготовки. Значит ли это, что они не крещены? Не крещены. Если да, то следует ли искать им возможность испытать истинное китайское согрешение? Да, не может. И не было ничего. Обман был. Алла Окладникова, Канск. О брюках на женщине. Комментарии к видео. В Библии говорится о том, чтобы женщины не одевали на себя мужские одежды. И это всего лишь нужно рассматривать духовно. А именно, чтобы женщина не брала на себя роль мужчины. О, куда-то еще толковать. Что же до одежды? Все должно быть чинно и благоразумно. То есть прилично, в том числе и брюки. Чтобы не были обтягивающими или покрыты свободной туникой. Все, всякую дурь в этот угонят. Это все папы придумали в семинариях. По Гоголю как. Оглашай наизведите, чтобы мысли вышли плохие. Ну а потом, когда заходят, опять мысли к тебе возвращаются. Бредня. Дальше. Ой, ура, что ты достаток и чести. Которые ополтели в Иерусалю поездку и жить в монастыре 16 дней. Если они верующие христиане, то вопроса нет никакого. Они уже не верующие. Это по ее применению. Ну это его там, из детей я не знаю. А если они не верующие, то им нет разницы, в каком состоянии служить сатане. Молись и не путайся у них под ногами. Не примирить. Да ни к чему это им. Слишь силком не заставишь. На Святую Библию не сошлешься. Им это недоступно. Такие были вокруг Господа. И они ушли в вечность. Место для них назначенное. Для таких нет надежды на спасение. Никакой. Абсолютно никакой. Ибо они подобились дьяволу, человеку и убийце. Ну и все. А крещение такое, как оно? Я отвечаю. Был лютый обман от лютых волков. Нужно уверовать и креститься с тремя полными погружениями от истинного священника. Дальше. Одежда какая будет? Женщине. Трозакон 22.5. Ей должно быть мужской одежды. Ну а он говорит можно. Вот я отвечаю. Как? Иначе? Иначе толковать прямые словописания могут только мерзавки и ответных мерзок. Ну и вот на этом все. Мы уже показали. Вот тут все-то еще заходят позвонить. Вот даже сейчас пока были здесь что-то. Ну я тут посмотрю тогда. Ну на этом все. Сегодня ответ дан. По славу Божию. Ай-ай-ай.